Тема вторичной выгоды, она как бы раскрывается практически, вот сейчас она муссируется, кто не лень о ней говорит, но очень мало где реально идёт проработка этих вторичных выгод. Что это такое? То есть есть такая теория, ну и я предполагаю, что она верна в какой-то своей основе, что наша бессознательная, это всё на самом деле корнями уходит в теорию Фрейда, в теорию бессознательного, но и в дальнейшем были разные наработки, Юнх на эту тему писал и все остальные. У нашего бессознательного до того, как сложилась ситуация, есть определённая выгода от того, как развернётся ситуация. Эта выгода, как правило, носит обучающий момент и для одной стороны, и для другой стороны. То есть любая ситуация, которая развивается перед тем, как она разовьётся, всегда есть договорённость между душами о том, что они сыграют этот сценарий с какой-то целью. И вот понимаете, получается, что все контракты, которые идут на бессознательном уровне, они идут с позиции «выиграл-выиграл». То есть это обучающий момент, важный как для одной стороны, так и для второй стороны. Поэтому, понимая это, вторичная выгода, она каким образом проявляется в человеке? Она проявляется через его систему ценностей и убеждений. То есть это так называемая программа. То есть в бессознательном есть выгода, потом дальше формируется настройка программ. Программы включаются, выключаются через энергию, энергия подаётся через краники чувств. И поэтому, например, мне больше всего понравилось, ближе всего подходит к механизму, как это работает. Ближе всего всё-таки подходит тета-хиллинг. Но поймите, в тета-хиллинг подходит не… У Вианы Стайбл нету таких наработок именно в тета-хиллинге. То есть он подошёл до определённых моментов входа к этим состояниям, к ключам. И к тому дальше есть единичные тренера, которые это осознали и которые могут. У всех остальных это так чинь пронеслось в стороне. Но, по сути дела, изначально Виана Стайбл сама, когда подходила, она тоже копала вторичные выгоды. Потому что не изменив вторичную выгоду в бессознательном, не закрыв вторичную выгоду, если правильно сказать, во внешнем проявлении в жизни и в психике у человека ничего происходить не будет. Будет повторяться одна и та же ситуация, замкнутый круг. Как до этого, до всего достучаться? Каждый из нас… Есть индивидуальное бессознательное у человека, или его ещё называют подсознанием. Подсознание отвечает за что? За все физиологические реакции, которые мы не осознаём головой. То есть, наш гормональный фон, наши какие-то инстинктивные вещи, наши обмены веществ, наше сердцебиение, дыхание и так далее. То, куда мы не вмешиваемся сознательно, но оно при этом работает. За это всё, полностью за нашу физиологическую деятельность отвечает наше подсознание. Но дело в том, что и тот же Юнг, и тот же Фрейд смотрели на это всё шире. Кроме индивидуального бессознательного человека, есть момент, где все люди друг с другом находятся в коннекте. Вот эта вот часть коннекта, где все люди находятся, связаны между собой, общая часть. Вот этот шлюз, он и называется вот этим коллективным бессознательным. И именно там и заключаются все вот эти контрасты. Самое интересное, что при погружении в себя, при определённых степенях торможения, мы ведь можем заходить в любую точку. И видите, здесь что ещё важно. Сейчас скажу жёсткую очень штуку. Всё пространство вариантов, и будущее, и прошлое, и настоящее, существует одномоментно. В бессознательном нет понятия время и нет понятия пространства. Время и пространство – это то, что разворачивает момент здесь и сейчас в картинку. Всё пространство вариантов, оно находится в бессознательном одномоменте. Вопрос, какой вариант мы выберем и подсветим, который будет у нас зафиксирован психикой здесь и сейчас, тот и будет в нашей жизни проявлен. И вот здесь, если влазить в систему контрактов, начинаются чудеса, вообще необъяснимые на сегодняшний день, потому что понимаешь, что мы привыкли воспринимать время линейно, оно совсем не линейно. Вот эта тема, например, это та тема, с которой я сейчас хочу поехать к шаманам, потому что именно тема времени, которая, когда ты углубляешься в систему контрактов, понимаешь, что именно это первая тема, которая просто фонит, что она не так, как мы её воспринимаем в материальном мире, развивается.